Доброе утро, друзья! Сегодня у нас с вами эфир, который посвящен теме «Зачем нужно ходить на фестивали?» И фестивали — это же тусовка, где встречаются люди, которым просто нечем заняться, или, может быть, есть еще какой-то смысл. И если вы никогда не ходили на фестивали или ходили сами туда, и у вас есть знакомые, которые никогда не ходили на фестивали, или ходили на фестивали, и им там не понравилось или понравилось, то есть делайте перепост, присоединяйтесь к этому эфиру. Я организовываю фестивали уже более 10 лет. Я расскажу вам о том, что происходит на самом деле на фестивале, но, как всегда, расскажу вам через метафору, через историю. Сегодня у меня для вас две истории уготовлены. Это реальный факт, реальные истории из моей жизни, и они вас очень повеселят. Если мы говорим о фестивалях, то может быть два вида отношений. Первый вид отношений. Фестиваль — это реально тусовка, где собираются бездельники, которые просто ведут пустые разговоры, сплетничают, осуждают, обсуждают, значит, друг перед другом там воображают чего-то там, какая-то лесть, неправда, значит, выпендрешь и так далее, и так далее. Можно так думать про фестиваль, а можно по-другому. Вот я за второй подход. О какой? Сначала истории, потом вам расскажу. Первая история про Артек. Вы знаете уже из моей биографии, что я шесть лет работала в Международном детском центре Артек, вожатой, психологом в необыкновенном, замечательном кипаристом лагере. И вот однажды у нас была планерка, и наш руководитель, она собрала нас всех, и мы ожидали ее до начала планерки утренней. Утренняя планерка, так чтобы вы понимали, в 7 утра, вожатые, которые там до часу, до двух могли вести какие-то свои репетиции, должны были бодренькие, как огурчики, в 7 утра быть на планерке, потому что подъем детей, завтрак и целый рабочий день впереди. И вот в 7 утра мы все такие, значит, одним глазом проснувшиеся, сидим на этой планерке, и наш руководитель задерживается на 5-7 минут, и кто-то подходит к ее столу, там что-то смотрит, какой-то график дежурств ночных или еще что-то, и на ее столе лежит книга, и мы, кто-то взял эту книгу, потом кто-то попросил, и мы так там позаглядывали все в эту книгу немножко. И проходит какое-то время, и наша руководитель, она шла уже с другой своей встречи, с другого совещания, она заходит к нам утром и наблюдает такую картину, что 20 вожатых, каждый занимается своим делом, кто-то свернулся, спит после ночного дежурства, кто-то, значит, листает эту книгу с ее стола. Я никогда не забуду ее взгляд. Когда мы, взрослые люди, которые были студентами уже 3-4 курсов университетов, вдруг увидели ее лицо, и то, что дальше происходило, сложно описать словами, потому что мы 40 минут, мы слушали лекцию о том, что никогда, никогда, нельзя, ни за что, ни при каких условиях со стола рабочего другого человека, тем более твоего начальника, вообще брать хотя бы что-нибудь было. Руководитель рассказала нам, что она нашла в этой книге что-то очень важное, интересное, какую-то цитату из жизни какого-то очень важного педагога, и она хотела с нами поделиться. Она говорит, что я все утро шла и думала, как я вам скажу, как я вас вдохновлю, как я вам приведу пример, как это можно использовать в работе со своими детьми. И мы понимаем, что человек, она все утро думала о том, как нам сказать, а мы просто своим вот этим, вот знаете, ушами хлопаньем, мы просто все испортили. И тогда в моей жизни был первый такой момент, когда я поняла, что мелочи это очень важно, что личное пространство другого человека и такие, знаете, незаметные вещи, они очень заметны для других людей, и они строят, заходя из этих мелочей, свое отношение к нам. И вторая ситуация была, когда она уже была в моей семье, когда мой муж мне всегда говорит, Лена, закрывай колпачок, значит, гель для душа, там, шампунь, закрывай колпачок, закрывай колпачок. Я думаю, что ты ко мне пристал со своим колпачком, вообще-то заняться, что ли, нечем. Посмотри, сколько я делаю много хорошего, а ты кроме незакрытого колпачка ничего не видишь. И я не могла долго понять, что у меня муж так это с этим колпачком, прям настойчиво, каждый раз, прям вот уже, я прям стала раздражаться, ну что за безобразие, почему колпачок важнее, чем я, понимаете, чем я как человек. И вот я в тот момент писала кандидатскую диссертацию, и вот представляете себе, что я получала последний вариант правок, да, от своих педагогов. И я сажусь и несколько часов жизни посвящаю этим правкам перед защитой, да. И я забываю нажать всего лишь одну кнопку, сделать всего лишь одно маленькое действие. И, конечно же, как вы понимаете, эта кнопка сохранить. И вдруг в этот момент я осознаю второй раз необыкновенное значение мелочей в своей жизни, самых простых мелочей. И я понимаю, зачем рядом со мной в пространстве существует муж святого человека, который мне все время показывает, как я могу быть невнимательна к мелочам. И мое сознание второй раз перевернулось о том, что как же я все-таки недооцениваю значение мелочей в своей жизни. Потому что мелочи, они определяют, куда мы идем, а маленький поворот в 1-2 градуса определяет, как мы поворачиваем в своей жизни. Мне очень нравится пример, который приводит Радислав Гондопас. Он говорит, что он играет в гольф, вы знаете, он занимается гольфом. Он говорит, что если ты ударяешь клюшкой и смещаешь удар всего лишь на несколько миллиметров, то физически мяч от лунки упадет в нескольких метрах. Потому что, ну, все увеличивается, все растет, ничего не остается в нашей жизни неизменным. И, собственно говоря, как это связано с фестивалями? Я не буду говорить за все фестивали, буду говорить только за арт-практик, который пройдет в Киеве 18-19 ноября. Если у вас есть ощущение, что для вас важны мелочи, и если вам кажется, что те истории, которые я рассказала, они как-то похожи на то, что происходит в вашей жизни, то есть нам важно научиться замечать, знаете, вот эти вот микромысли, микропоступки, микровзгляды, потому что другие люди из них строят наше отношение, свое отношение к нам, они оценивают как-то наше отношение к ним. Это очень важно. И весь арт-практик — это фестиваль, который построен на внимании к мелочам. Это не значит, что там будет ни пылинки, ни соринки, там организаторы учли все, там и в туалете каждую секунду будет туалетная бумага. Нет. Я не говорю о том, что это идеальный фестиваль, где учтены мелочи. Я говорю о том, что фестиваль арт-практик — это пространство, где вы будете учиться, обращать внимание на то, что в суете, в спешке, в достижении каких-то бесконечных целей, которые особо обостряются в преддверии Нового года, мы думаем, так, я же планировала вот это, а что я достигла, а что я получила и так далее. Так вот, на арт-практике мы будем с вами учиться замечать те мелочи, которые направляют нас именно в ту сторону. В ту, когда я говорю в ту, я подразумеваю в сторону нашего собственного счастья, потому что в спешке мы обычно этого не замечаем. И я очень люблю представлять, как будто бы, когда я прихожу на фестиваль, у меня в темной комнате как бы фонарь разворачивается, да, и он светится, и он высвечивает мне реальную обстановку дел. Когда меня не окружает моя семья, когда я сижу в аудитории с чужими людьми, когда я слышу, как они мыслят о том вопросе, который меня тоже беспокоит, я вдруг как бы со стороны начинаю понимать какие-то вещи о себе. И на сейчас уже у нас 400 человек, которые зарегистрированы на арт-практике, а еще до фестиваля две недели. Друзья, делайте репост этого видео обязательно, приглашайте друзей на фестиваль, и если вы хотите уже начать череду новогодних подарков, то поверьте, арт-практик — это очень выгодное предложение, во-первых, по финансовой части, а во-вторых, вы нигде не найдете возможности, где за два дня человек сможет получить такое количество эмоций, вы понимаете? Из хороших новостей на арт-практике будут тренеры из Словакии, к нам летит наша Катерина, к нам летит Мария из Германии, это вообще впервые, у нас еще никогда не было тренеров из Германии, к нам летит наша драгоценная Антонина, плескача из Казахстана, и это все не может не радовать, потому что, ну, вы просто подумайте, если люди летят из других стран, чтобы быть в этом пространстве, чтобы обняться, чтобы поделиться с людьми из своей необыкновенной щедрости, необыкновенной, своими знаниями, своим пониманием, культурой своего народа, концепциями, которые в их странах развиваются в психологии, в современном коучинге, в арт-терапии и так далее, может быть, это пространство действительно необыкновенно. Раскрою вам небольшую завесу тайны. На арт-практике вас ожидает необыкновенная дорожка, вас ожидают три очень интересные фотозоны, вас ожидают некоторые звезды, размещенные в очень интересном месте, рядом с которыми можно будет сфотографироваться. И еще мы ждем семь, нет, вру, восемь статуэток, наград. Я не буду сейчас обозначать для вас номинации, но восемь человек, которые придут на этот фестиваль, которые весь год делали невозможное, нереальное, развивая арт-терапию, развивая творчество, развивая щедрость, делясь знаниями, они унесут с собой домой эти награды. Люди, которые получат эти награды, они не знают о том, что они их получат. Это пока наш секрет, но у вас есть возможность посмотреть на то, как обустроено пространство, где люди дорожат вкладом людей, вниманием людей, щедростью людей. Вы увидите людей, которые любят друг друга, которые уважают друг друга, которые поддерживают друг друга. Иногда люди, которые первый раз приходят на наш фестиваль, говорят, это что-то нереальное, это что-то необыкновенное, такого не может быть. Там все добрые, мне уступили кофе, заканчивался пирожок, человек сказал, на, возьми последний, там, у меня есть конфетка, я перекушу, понимаете? То есть люди на арт-практике становятся на два дня какой-то необыкновенной версией себя. Арт-практика — это пространство, где вы можете попробовать себя тем, который вы есть на самом деле. Вот если вы щедрый, вы можете там попробовать себя щедрым. Если вы творческий, вы можете попробовать себя творческим. И, наверное, важно будет сказать, что тренеры арт-практика, они ненормальные в самом прекрасном смысле этого слова, потому что они приходят на мастер-класс, и они полностью рассказывают вам технику, они полностью рассказывают, что с этим делать, они отвечают на все вопросы, они не говорят вам, вот это вот я вам сейчас покажу, а вот это приходите за деньги на дополнительный еще там 28-й мастер-класс. Нет. Они прекрасно выглядят, они счастливы, они организовали свое пространство, что их семьи позволяют им поддерживать эти пространства. Ну и, наверное, очень важно будет сказать, что все тренеры фестиваля арт-практик так или иначе в своей жизни занимаются благотворительностью, они поддерживают разные проекты, и для меня необыкновенная радость будет рассказать вам о тех результатах, которые мы с вами вместе, опираясь на день арт-терапии, на проект «Жиз без гнева», создали для нашего дома престарелых, мы покажем вам фотографии, мы покажем вам, какие там уже произошли изменения, и еще расскажем вам о двух проектах. Первый — это проект, когда молодые люди ездят в дом престарелых, который был создан с легкой руки прекрасной семьи Даши, и Стаса Колесник, и с легкой руки Лены Барановской. И также расскажем вам еще об одном новом проекте, который будет связан с тем, чтобы мы включили отопление в своих сердцах, он будет связан с тем, что мы будем помогать людям, у которых нет жилья, людям, у которых нет еды. Я думаю, что сначала это будет предложение еды людям, которые живут на вокзалах и в прочих других местах. К арт-практику мы более четко сформируем эту концепцию, уже есть команда, которая будет этим заниматься. В общем, если у вас есть ощущение, что вы хотите принадлежать команде людей, которые вместо того, чтобы испытывать какие-то претензии, недовольства, жалобы и раздражения, реально готовы маленький кусочек своей жизни, маленький кусочек своего времени часто вместе со своими семьями посвятить тому, чтобы сделать на один час, на два часа этот мир другим, не таким, как он есть, изменить его, то все начинается с себя. Я вижу, что нас смотрят выпускники, и я вижу, что нас смотрят наши организаторы в разных городах фестивалей. Из хороших новостей еще в следующем году у нас 15 арт-практиков, два из них в другой стране. Это будет Москва и Минск, два города. И для нас очень радостно, что уже 13 городов Украины будут встречать арт-практик в 2018 году. И я не знаю, я не веду статистику других фестивалей, но что-то мне подсказывает, что это на следующий год это будет самый крупный фестиваль нашей страны, потому что он имеет огромное количество представительств. И это классно, потому что, когда такое количество людей необыкновенных пишут тебе и говорят, что я хочу поддержать ваш фестиваль, я хочу в своем городе его сделать, я говорю, вы понимаете, это очень сложно, организовать это, собрать людей, рассказать людям, что это стоит попробовать. А они говорят, а мы все равно хотим, а мы все равно будем рядом с вами, мы все равно будем это делать вместе. Спасибо всем, кто смотрел этот эфир. Я очень жду всех вас обнять на фестивале 18-19 ноября, который пройдет в Киеве. Приглашаю всех выпускников онлайн программ, потому что, когда ты онлайн обучаешься, это одно, а когда у тебя есть возможность вживую увидеть, кого ты учил, и увидеть глаза этих людей, и соприкоснуться с ним в живом формате, это совсем другое. В общем, готовим вам много приятных сюрпризов, очень стараемся, как всегда, сделать это пространство полным любви, и чтобы что-то, знаете, щелкнуло в жизни. Мы часто ждем какого-то знака, чтобы вот что-то произошло, и тогда наша жизнь изменится. Я знаю сотни людей, для которых арт-практик стал знаковым фестивалем, где они встречают своих учителей, где они создают свои идеи, некоторые даже знакомятся на арт-практике, потом создают семьи. Ну, а то, что на наших проектах в каждой группе кто-то беременеет, это уже для вас не новость, это я часто в эфирах рассказываю. В общем, кому интересно творчество, кто просто случайно увидел этот эфир, и вам что-то откликается в сердце, заходите на сайт арт-практик.ком, бронируйте для себя билет, приглашайте своих друзей, будем рады быть полезными вам. Я готовлю два мастер-класса на этом фестивале, поговорим о новых идеях, потому что наши учителя, мои учителя, это какой-то поток изобилия, поток новшеств, инноваций. Буду рада всех вас видеть. До встречи 18-19 ноября в Киеве на фестивале арт-практик. Субтитры создавал DimaTorzok